всем привет подкаст сделала от спорт 24 александр петров владимир афанасьев и анастасия логинова сегодня с вами всем привет 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 событийные получились последние пару недель было такое довольно спокойное размеренное межсезонье которое периодически нарушалось какими-то громкими переходами а вот на прошлой неделе прямо вот как-то сплошняком все пошло ну и начнем мы наверное с такого главного именно ивента на самом деле не фигурного катания легкой атлетики но легкая атлетика в россии никому не нужна поэтому на неделю легкой атлетики зазывали фигуристами фигурист каме вот камила валиева алина загитова аделия петросян и соня катева были приглашены на особый забег на 60 метров и с места событий это все видела настя логинова ну тебе слово расскажи про про бузову расскажи про антураж вот этого всего веселья который мы сейчас обсудим да мне повезло сходить на никольскую поработать немножко все на никольскую да все на никольскую все на никольскую но честно говоря у меня ожидания были высокими потому что во первых четыре топовых фигуристки да если организаторы зовут наверное должно быть реально что-то крутое второе конечно я шла туда как журналист я шла туда работать а по факту вышел ну флоп полнейший потому что во первых было очень много людей и для журналистов выделить такой небольшой загончик прямо на финише что не было видно на самом деле старт но это полбеды нам сказали что девочек не будут выводить в микс зону хотя вообще кроме них по моему выходили все что в принципе удивило ведь ну не будем лукавить очень много людей пришло именно девочек и в том числе журналистов и как-то это выглядело очень грустно это мы обсудим чуть позже но зато ты видела олю бузову зато я видел хочу хочу сразу сказать что вот на мой взгляд оля бузова вообще красотка и она выложилась больше чем девочки то есть этих мемы с дмитрием губерниевым да они потом пробежали понятно что дмитрий поддался но это вы это было со стороны по джентльменски а оля оля постаралась оля спела оля станцевала оля пробежала оля пошутила это реально вот за элемент шоу отвечала ольга бузова и дмитрий губерниев а девочки ну очевидно было что очень многие люди пришли потому что была и атрибутика были флаги там группа поддержек фигуристок и когда они начали бежать такой легкой трусцой мы все стоим давай объясним что было да были забеги как бы спортсменов были забеги вот такие шоу забеги с участием да 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 был отдельный забег фигуристок на 60 метров все ждали рубилова все ждали что сейчас вот мы увидим кто в лучшей форме в какой форме загитова после чего девочки чуть не взявшись за руки побежали на одной линии трусцой и одновременно пересекли пересекли финишную черту устроив в общем из шоу забега под который в общем то плюс минус приходили все устроив ну балаган да ну то есть смотри по факту все остальные шоу забеги которые были они ну я мягко скажем были в неравных условиях потому что понятно что девушка условно там был забег журналистки и условно что девушка там взрослым мужчиной это очень странное сравнение и даже если бы они реально бежали тут как бы все девочки примерно в одинаковой форме молодые они занимаются спортом то есть у них хорошая физическая подготовка и реально было бы интересно посмотреть как кто кто пробежит быстрее кто не знаю там кто быстрее стартанет кто быстрее финиширует и очень громко да было объявление то есть губерниев каждую представлял там в общем за часть шоу он отвечал нормально и когда они побежали мы мы реально не поняли потому что а что вообще было ну правда то есть и когда они остановились они не то чтобы там ровно бежали они прям остановились перед этой финишной чертой взялись за руки и перешагнули но соня акать его чуть-чуть заступила и в итоге мы понимаем что она была первой по итогу по итогу забега в куску скобочках пешком прогулки практически и никто не понял зачем это было тогда то есть и все в принципе поздравили аделиус петросят с днем рождения всех поблагодарили и ушли вов зачем это было и что это было вот и написал в телеграм-канале ты выложила видео с подписью уже история это история чего когда вот вообще год назад вроде бы была это одна из первых недель у к атлетике там прыгала саша трусова в длину и она заявила соответственно в турнир других прыгуней и было понятно что саша вряд ли будет претендовать на высокие места но там это было гораздо все серьезнее то есть как бы там был заслужен тренер россии она консультирована цена реально пыталась прыгать как могла и одно соответственно и самое главное то что после всего этого был огромнейший пресс подход вот и я помню даже то что когда год назад там она прыгала там реально следили мы на какой она прыгает разряд и так далее и вот наверное учитывая прошлогодние воспоминания я за несколько минут до забега открыл нормативы уже представлял там какой кто какой по какому нормативу пробежит но в итоге получилось то что получилось и потому что ты хайпажор ты хайпажор потому что победила дружба ты ничего не понимаешь так не окажут дружба дружбой дружба дружбой да но самое символичное завершение этого забега да то что даже их идея финишировать одновременно не получилось потому что соня они аккуратно перешагнула черту ну и соответственно главное разочарование то что после всего этого не было никакого общения с прессой вот то есть ну а какое общение с прессой извини я тебя перебью но смотри то есть я как бы я тебя опять же привожу пример прошлогодний когда саша трусова прыгнула было понятно что она далеко не прыгунь в длину но был устроен огромнейший пресс подход минут на 20 если ничего не потому что действительно было шоу это действительно было шоу а здесь устроили долбанный цирк на месте журналистов то есть если бы девчонки подошли я бы устроил бы разнос ну то есть как бы мне вот честно говоря всю вот эту вот неделю до этого события мне было глубоко пофиг на неделю легкой атлетики я думал но сейчас я в записи посмотрю будет что-нибудь интересное напишу и тут я вижу в канале у вова это видео не верю своим глазам я думаю что это за дальше несколько нецензурных слов вот и то есть мне было предельно пофиг но у меня подгорело после того как я увидел потому что ну слушайте вы устраиваете да но это же не конь там неделя водокачки да это все-таки мероприятие там на одной из главных улиц москвы вы перекрыли никольскую вы сделали там реально какое-то шоу там с телеком показываете все это там несколько камер все красиво и вместо шоу я вот просто ну я писал в канале я пытаюсь представить такое ну где-нибудь в странах где действительно устраивают нормальные спортивные шоу там не знаю вот в америке там будет конец неделя легкой атлетики там в нью-йорке там где-нибудь на манхэттене да там соберут леброн джеймса там не знаю бибера тимберлейка и кого-нибудь еще и там кросби да или макдэвида и ну кто-то может представить что они побегут взявшись за руки трусцой нет там будет рубила там там потом еще неделю все будут обсуждать как там из этом бибер хорошо пробежали или плохо в этом и есть шоу в этом есть драматургия а здесь главная драма что люди пришли и и потратили свое время в мусор просто ну это реально получилось мусорное мероприятие это абсолютный зашквар и как бы а что тут говорить ну как бы говорить почему вы устроили цирк но я понимаю почему их не подвели потому что после такого подводить к журналистам просто стыдно нет да на самом деле если бы если бы они просто пробежали ладно это еще пол беды но там же не было абсолютно никакого я не знаю взаимодействие ведь из фигурного катания легкой атлетики можно было устроить действительно крутое шоу не знаю там позвать сергея шубенкова как то с ним какое-то взаимодействие сделать или не знаю еще других топовых легкоатлетов как-то устроить именно переплетение фигурного катания легкой атлетики а так по факту что соответственно больше да то есть как бы там ягудин бежал сатама ир корякин то есть это к этому забегу было гораздо больше подготовки чем главному звездному забегу и в целом они все потом вышли то есть если говорить про забег алексея ягудина все потом вышли в миг зона когда они начали бежать все трассо я изначально подумал что единственное объяснение этому это то что в конце в игре таделья в честь на рождение но в итоге случился даже такой облом с другой стороны есть такое выражение people have a да ну то есть вот как бы фанатки пришли увидели своих кумиров подарили букеты в принципе как бы болельщики не сильно разочаровались потому что они понимают тоже то есть я сейчас пытаюсь заглянуть с другой стороны что если бы был бы серьезный забег то был бы устроен и междуусобицы скажем так кстати тех в итоге этого не было то есть лишний негатив ну не появился а так болельщики которые пришли помахать флагами с надписью камилы валиева но они всякость получили то что хотели недовольны мы как представители скажем так инстрии потому что мы хотели шоу а болельщики которые пришли посмотреть но они получили что хотели в этом главная проблема что людей кормят отходами а им нравится то есть как вот 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 в америке я думаю что и люди бы вот которые там собрались бы а что бы это поменяло а что бы это поменяло они бы перебежали заново но по моему нет нет я думаю что это в следующий раз просто люди бы поняли что вот ну такую халтуру делать нельзя ну то есть вот вот такая халтура которая вот вот была на никольская она должна вообще как-то наказываться я имею ввиду наказываться в ком-то общественном плане чтобы это вот ну как бы заклевали бы так что после бы даже вот мысли устроить такую вот детский утренник ну как бы не было а тут все довольны там фанаты махали издалека увидели как бы там девочек да как бы девочки даже не удосужились что-то сказать своим фанатам в мигсте ну как бы получается ну значит значит видимо мы не заслужили шоу какого-то другого уровня если как бы вот такое прокатывает так ну ладно главная новость спортивная долгожданная новость диана дэвис и глеб смолкин ушли наконец-то из сборной россии ушли они в грузию весь год до думали куда называл ну был основной вариант америка потом был израиль и в итоге остановились на грузии тоже понятный вариант сразу с нескольких сторон вот вот я думаю что вряд ли остались люди кроме фанатов хрустального которые там всерьез думали что дядя на дэвис и глеб смолкин останутся но вот все то что окружало последний акт вот этой всей драмы или атриги фарса какие эмоции у тебя это вызвало все знаешь если честно у меня давно не было эмоций для меня главный итог этого перехода то что дэв лис хороший инсайтер и в следующий раз ему все таки стоит доверять то есть это прекрасное закольцовывание когда год назад это и пишет что твои слова полные дичи дэв это возвращает это по-моему прекрасно про переход мужа говорили очень много было понятно то что они уйдут вопрос куда и как ну потом да соответственно появились куча всяких забавно знаешь перечитывать все то есть я вот перечитывал хронологию всего этого всех этих высказывания привержения это действительно забавно спустя время но особенно забавно то что когда в пресс-релизе грузинской федерации зиана называют фигуриской с американским грузинским паспортом глеба с израильским по-русски паспорт ничего не говорят дэву лизу в этом плане очень выгодно находиться за океаном назовем это так потому что что и что ему сделает федерация наша что ему сделает я не знаю даже это ири тут беридзе кроме комментариев в соцсетях наши журналисты они не все конечно но достаточно большое количество они знали про переход знали про релиз уже конкретно когда его наших инсайдеров так скажем да то есть людей которые специализируются на фигурном катании но они по каким-то определенным причинам для себя они это держали и можно понять почему дэву ничего не страшно потому что ему не грозит ни отмена там аккредитации отказ точнее в аккредитации не какие-то интервью с нашими топ топ фигуристами ему человек не грозит ему все равно больше часть и поэтому он мог посему к себе позволить писать в твиттере то что он писал нет ну дэйф вообще наверное показал себя в четыре раза что это главный журналист мире фигурного катания вообще до человек который действительно во первых очень долго ждал до месяц это блюдо которое подают холодным вот когда он спустя год вот именно в этот момент возвращает этерия ее же слова это действительно было красиво но как бы некрасиво в этой истории на самом деле выглядят плюс минус все даже вот к дяне и глеба наверное меньше претензий а вот ну федерация выглядит откровенно странно сначала когда там чайковская говорит про то что там ничего не знает про переход хотя всем уже понятно что этот переход будет вот-вот одновременно очень странно выглядит история с чрезанок которому отказали в ускоренном переходе и попросили вернуть деньги за ну его не просили вернуть деньги но просто решили напомнить что он тоже является сборником и что ему там платили зарплату наверняка какие там средства еще выделялись это очень очень странно со всех сторон но мое предпочтение тут отцу глеба борису смолкину который просто вбрасывал вбрасывал очень смешные ответы может быть он пользовался генератором чат gpt да да он просто разве что так разве что так потому что напиши мне прикольный ответ для для журналистов по поводу перехода моего сына и он такая алиса сейчас напишу и как бы вот наверное сын у него там был список у меня была у меня была ассоциация знаешь вот есть страус который голову в песок засунул вот тут примерно так же в медиаполе выглядел борис смолкин потому что на все вопросы я ничего не знаю какая свадьба я ничего не знаю какой переход у него паспорта нет ля 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 а по факту ну всем не вопрос здесь видела в том что дэйв сорвал вернее ну как-то обрубил все все концы обрубил вот путь отступления к тому что если бы россию допустили бы вот на июньском конгрессе и су все таки да то там как бы был вариант видимо да что это могло переиграться когда дэйв уже об этом объявил уже пути назад не было и пришлось объявлять переходе вот уже самом самом начале июня то есть видимо речь тошла о том что вариант при котором диана и глеб могли остаться в сборной россии он все-таки был потому что при поворочных равных я думаю что им конечно выгоднее было бы остаться в сборной россии со всеми поблажками которые им устроили а тут пришлось уже так ворвать окончательно ну давай еще скажем то что одновременно с новостью про переход диана и глеба в грузию от того же лиза появилась новость что аннабель морозовой аннабель морозов переход заблокируем несмотря на то что как бы николай морозов тоже далеко не самая последняя фигура фигурном катании вот но это можно объяснить тем то что в аннабель видит больше перспектив что наверное тоже какой-то мере справедливо у меня наверное такой последний вопрос закрывающий эту тему почему российская фигурка даже не пытается быть хоть сколько нибудь логичный то есть они же понимают что ну как это выглядит когда они через она да как бы причем еще так показательно да там его макают во что-то неприятное что нет ты не перейдешь при этом дальше отпускают диана и глеб просто вот на раз по щелчку пальцев и следом да опять же не отпускают аннабель то есть это сделает понимаешь тут главный вопрос они живут так как живут и кто им что за это сделает они действуют чисто своих интересах каких-то ну не отпустили они через она ну и чего что им чешская федерация не знаю блог поставит через она обидится и не приедет в россию да это бред ну и чего давай так пока главный итог этой скажем так мести или чего или показательного недопуска то что через она и дениза они должны были тренироваться в монреале но итоге сейчас они находятся в италии кстати возможно не исключаем тот факт что может и в итальянской федерации попробовать но это я уже не знаю в общем дарио желаем спокойно начать кататься там где он хочет ну а дяне и глеба ну что в общем порадуемся что они порадуемся что эта история да что эта история закончилась и хочется понаблюдать за как-то вокруг них последние два года было слишком много чего-то около фигурного и очень мало фигурки вот хочется как раз посмотреть без возможного там блата и чего-то еще посмотреть чего они стоят потому что пара не бестоланная дуэт не бестоланный вот но его реальный потенциал как-то он всегда был и в тени мамы дианы да и как-то вот в общем все это замыливалось а теперь вот они в другой федерации да там наверное они будут первым номером я думаю что я думаю что без вопросов они будут первым номером вот и посмотрим как бы чего они стоят на международной и на европейской по крайней мере арене и стойкости диана и глеба в миг зонах аминь к другим новостям отстранение сборной россии продлили на конгрессе и супер не не вынесли решение какого-то глобального видимо финальное решение по этому сезону будет в октябре и как новости с апролельной вселенной тем временем в россии все равно составили сборной россии которая не будет выступать нигде вернее составили списки сборной вот почему-то они вызвали какое-то живое обсуждение я не понимаю почему в то время когда у нас кубок россии чемпионат россии это единственное соревнование которое нам видимо светит вот но если уж обсуждать их сейчас мы поговорим наверное про нескольких людей отдельно вот включен туда кстати можем поздравить была хорошая неделя у филиппа шведского у врача группы беридзе во-первых его включили в сборную во вторых он выиграл суд у итальянцинского издания которая выпустила статью доктор допинг вот филипп очень обиделся подал иск и в итоге выпустила причем больше года назад да да самое забавное в итоге третье сказание выпустила опровержение причем мне понравился их последний панчлайн что бы далее прикладываем скриншот на котором видно что за период с 10 февраля 22 по именно 23 года выше указанный материал посмотрели 75 человек не тысяч 75 человек посмотрел этот материал но это просто наглые журналисты и пожоры пытаются принизить победу шведского вот мы филиппа поздравляем вот но вообще забавно да что человек с из группы с незакрытым допинг-кейсом и в принципе с истории да с грибсами которая тоже была допинговая неизменно продолжает попадать в сборную россии в то время когда в общем ну после вот всей вот этой сочинской эпопе вот мне казалось что люди связанные хоть как-то с допингом не должны там быть вот допущены напущенный выстрел я уж там не про спортсменов но про какой-то став про вспомогательный персонал уж точно но вот умом россии не понять получается что оказывается если очень хочется то можно с другой стороны формально он был отстранен сколько два года я не помню по моему он был отстранен два года он это время не работал а сейчас на нем никакого отстранения нет пока это как-то нет формально формально я понимаю нет но это как лишь ложечки нашлись но осадок остался это вот ну из той же серии что когда мы ну одиозного персонажа скажем тогда там силу там справедливо не справедливо я сейчас не обсуждаю но так вот сложилось что вот репутацию шведского неоднозначная когда такой чек попадает в сборную которая и так периодически да вообще там иностранные какие-то да там сми да и не только сми и спортсмены тоже да как это так иносказательно говорят что не сильно верят в чистоту и мы ставим врачом сборной человека ну вот такого но это вот опять же это наверно к вопросу о том что как бы а что вы сделаете вот действительно ничего не сделаем будем будем за этим наблюдать но просто как бы вот будем наблюдать а потом будем удивляться почему отстранение сборной россии от соревнований оно продлено я понимаю что сейчас отстранение не связано с допингом сейчас другая ситуация но даже слушай дэйв же лес тоже писал то что один из пунктов возможного продления отстранения потому что все еще висит дело валиевой а с чего это наша вина сейчас дело в касс и тут все вопросы касс но я говорю это фон то есть вот вот это та краска которая вот добавляет фона к тому что ну это же все равно наверное внешне какие-то факторы учитываются да и учитывается какое-то и общественное мнение какое-то очень странное для россии слова но понятие репутации тоже учитывается ну вот когда вот такие люди с такой репутацией работают в сборной это наверное влияет и на репутацию всего там вида спорта конкретной страны смотри у нас же официальная позиция нашей страны это то что в пике ничего не было и вали его клеветали соответственно из этого исходит то что все кто замешан в этом деле они невиновны если мы сейчас ругаем нахождение филиппа сборной то мы должны по этой же логике и ругать и нахождение штаба тотберидзе сборной и соответственно участие соревнованиях самой камил série вот но так как у нас скажем так как называется слоган партии то что камил не виновны соответственно не стоит удивляться тому то что все эти включения в стостава и сборной и появление на соревнованиях, они происходят. Да и тем более на все эти нападки по поводу допинга вы явно что-то принимаете, поэтому у вас такие результаты. Всё это отбивалось чистыми пробами. И в этом плане случай Камилы, наверное, единственный из большинства, который действительно оказался положительным, но пока не доказано, каким образом попал препарат. Ну, преждевременно судить шведского, хотя понятно, что вероятность его вмешательства высокая. Нет, я не сужу шведского, я не говорю, что вот, он допингист, во-первых, потому что мы понимаем, что это опасно теперь. Но я искренне не говорю об этом, я здесь говорю именно о репутации. Я просто говорю об образе человека, который, к сожалению, образ, он сложился. Вот. Я, ну, не знаю, что должно произойти, чтобы вот его имя и допинг как-то вообще никак не пересекались. Нет, ну, это уже история. Это уже история, да. И, ну, у нас или Филипп гениальный, настолько врач, что он настолько не заменил, или, я не знаю, почему нельзя найти людей. Вот как бы один из пунктов восстановления вообще России глобально, когда возвращали флаг, это было вот это вот искренение культуры допинга. Да, там, по-моему, вот так это звучало. Я сейчас не ручаюсь за точность формулировки, но суть была такая. Вот это как раз вот под этот пункт подходит, да. И это как раз та мерка, по которой мы понимаем, что вот эта культура, она нифига не поменялась. Вот. Ну, ладно, о допинге мы успеем еще, наверное, поговорить, когда будет решение КАС в ту или иную сторону. Теперь о тех, кто не попал в основной список. Так, удивительно, что у огромного количества людей вызвало вопрос, почему не было Ани Щербаковой и Саши Трусовой в списке сборной. Ну, и это объяснили тем, что списки формировались по чемпионату России. Да, действительно, почему? Ну, как бы, ну, то есть одна, в принципе, не каталась, а другая, да, там, откаталась полсезона, откаталась не то чтобы сверхудачно, как бы, а потом оставшуюся часть сезона порвела как бы с травмой и не каталась. Меня удивило вообще, что у женщин не было резерва. То есть если в остальных видах было там хотя бы паре представителей в резервном составе, это нормальная история, у девушек не было никого. И вот, допустим, в резерв я бы, например, Трусову включила, потому что как ни крути, это две медали... Так в дополнительный список, в дополнительный список потом включили. Я понимаю, в дополнительный список включили, но в любом случае, если говорить про списки, которые выкатили сейчас, очевидно, что там не только чемпионат России, потому что там в основном в составе у нас Кагановская, Ангелопол, которые выиграли ФКР и, извините, финал Гран-при. И, соответственно, за финал Гран-при они и были включены в состав. Нет, ну, слушай, ну, по сезону. Ну, состав абсолютно логичный, по сезону. Там тот же Марк, да, как бы, ну, вот... Не-не-не, я не говорю про основной состав. Я вот сейчас как раз про резервный именно. То есть то, что не включили Щербакова, это вполне абсолютно логично и понятно. Она совсем сезон пропустила, но Сашу, например, можно было включить с учетом предыдущих регалий и все-таки какого-никакого на выступление, каких-никаких медалей. Слушай, Калиду тоже не включили. А Калиду за что включать? Калиду очень плохо катался. Ну, если исследовать логики Насте по поводу того, что Саша выступала и прошлые регалии... Нет, ну, слушай, Саша что-то выиграла, по-моему, даже, да? Ну, вернее, в смысле я имею в виду медали. Медали этапа у нее были. У Калиды тоже были медали. Калиду еще на прыжковом чемпионате России прыгал. Ну, прыжковый чемпионат России... Ну, прыжковый чемпионат России мы берем за кадром. Ну, как бы, нет, ну... Я имею в виду то, что соревновательная практика Калиды, она даже чуть длиннее, чем Саша, потому что Саша после этого гранд-при вообще больше не появлялся. Нет, 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 ну ты же понимаешь, Вова, ну ты же понимаешь, что вопрос соревновательной практики и вопрос результатов, показанных в сезоне, это абсолютно разные вещи. Ты можешь кататься хоть весь сезон и занимать последние места, но сборную тебя не включат. То есть тут моя логика следующая. Ну, извините, конечно, но сравнивать Сашу с достижениями Миши, это очень странно. Все-таки она действующий серебряный призер Олимпиады, да, от нее ожидали, ну, наверное, лидерства одного из. Да, по сезону она слилась немножечко, не позволила здоровье, может быть, даже в каких-то моментах мотивация, но и об этом, наверное, попозже поговорим. А давай вот сейчас поговорим. Собственно, главный вопрос, наверное, сейчас про Трусову не то, что там... На самом деле, опять же, я говорю, вот эти списки, да, сборной, в условиях, когда вообще непонятно, когда там сборная России будет хоть где-то выступать, это немножечко смешно, забавно и нелепо. Вопрос в чем? Трусова, она вообще еще фигуристка или нет? В том плане, что, ну, вот мы сейчас видим, как, да, там складывается, ну, вот год, да, наверное, календарный у Саши, и видно, что она кайфует от жизни, она, да, там, с Марком зажигает, они там ездят куда-то, да, там ходят по каким-то таким светским ивентам, в общем, живут прекрасной жизнью. Вот как вы считаете, я понимаю, что это, опять же, такой вопрос, конечно, из серии «В голову Саши не залезешь», но по каким-то внешним признакам. А осталась ли у нее эта мотивация? Я думаю, что сейчас мотивации реально тяжело, потому что, ну, я, грубо говоря, я ее понимаю. Очень сложно перестроиться на некие, назовем их, кубки Сызрани, и я думаю, что во многом будет играть роль, допустят нас, допустим, в октябре или не допустят. Если возможность выйти на международный старт и действительно будет, то, может быть, Саша пересмотрит свое мнение. А так я ставлю, что 99,9999 в периоде процентов, что в сезон она выходить не будет. Да и зачем? Ну, правда, зачем убиваться, добивать спину, когда можно спокойно выступать в шоу? И тут, ну, правда, за медали, не знаю, там, гран-при, где у нас там играет в сезоне, гран-при Красноярска? Ну, так себе. Спорно. Ну, смотри, чисто по внешним признакам, Саша была на сборе в Алтае, заехала, сейчас будет... Она была там два дня или около того? Ну, нет, я говорю тому, что вот сейчас вот надо будет делать выводы по тому, будет ли Саша на претезонном сборе ЦСКА. Вот, ну, а так, да, то есть мы понимаем приказы, что Щебакова и Трусова... Слушай, сборы, сборы, это не показатель вообще. Сборы, это вообще не показатель. Тебе напомни, сколько Алины Загитова была на сборах? Нет, потому что если мы не увидим там Сашу, то... Нет, нет, я думаю, что в любом случае тренировки у нее будут, потому что Яна Рудковская всегда очень, скажем так, с гордостью говорит о том, что у нас все прыгают, у нас вот Саша, у нас вот там другой Саша, я имею в виду Самарина, вот у нас тут Марк, все прыгают, тройные, четверные, ля-ля-ля-ля-ля. Но я думаю, что форму она все-таки будет поддерживать, как минимум для тройных, каких-нибудь каскадов 3-3, поэтому занятия у нее все равно, тренировки должны быть. Там тем более шоу будет в Пекине в августе, я не помню где, в Китае, в Пекине, наверное. Лебедины озера, да? Да-да-да-да-да, и я думаю, что поддерживать форму ей в любом случае нужно, чтобы Яна Александровна не ругалась, наверное. Поэтому это вообще не показатель по поводу сборов. Последний раз четверный Луц 18 апреля прыгала, по крайней мере, видео с ним было на шоу в Губкине. Да, то есть вопрос есть в чем, да, наверное, прыжки Саша, безусловно, будет сохранять. Вопрос в том, будет ли она сохранять их как гвоздь программы для шоу, или она будет их сохранять для того, чтобы кататься, в принципе, входить в сезон. Ну, опять же, смотри, какой будет сезон. То есть если он будет международный, то, возможно, и Аня подтянется, и Саша. Если будет опять нутряк, то зачем? Подожди, ну, как бы, если решение будет в октябре, то если там в октябре нас, допустим, они такие, ой, мы сейчас будем набирать форму, но они же не наберут, то есть форму нужно набирать уже сейчас. Да, это делается все летом. Как бы база закладывается летом, а потом уже осень. Вот отсюда и вопрос, увидим ли мы их на сборах или нет. Я думаю, что на сборах будут обе в каком-то виде. Но, как показывает практика, Аня может набирать форму, если это нужно. Она умеет собираться. Вот это ее главное качество, которое может компенсировать недостаток формы. Ну, а Саша, я думаю, что как минимум какой-нибудь там четверной луз будет свое поддерживать. А там кто его знает. Ну, собственно, когда Саша перешла к Соколовской и был один проект, до сих пор не вышедший, мы пересеклись с Светланой Владимировной на нем. И она говорила о том, что, во-первых, Саша сейчас отходит, что вот этот год, который был, это год, когда она как раненый птенец, ну, я, наверное, могу чуть-чуть, как это сказать, что как раненый птенец, который вот отходит после этой Олимпиады, и вообще вот что сейчас она катается, чтобы понимать вообще, что будет дальше. Вот. И покататься, собственно, этот разговор был еще до чемпионата России, да, соответственно, дальше случилось то, что случилось. Вот. И там причем подготовка была такая, что там за две недели, да, у Саши там скакала температура, то есть там было 38-37 постоянно. Вот. И, возможно, мы ведь о чем говорим? Как бы Саша ушла из группы Тутберидзе. И, как мы знаем, вообще девочкам после 18 лет, тем, которые прошли группу Тутберидзе, довольно тяжело всем. И, ладно, там один сезон, как бы той же, вот Настя точно знает, как бы первый сезон Жени Медведевой после ухода от Тутберидзе был такой себе, несмотря на медаль чемпионата мира. А потом, вроде бы, как бы форма-то вернулась, а здоровье уже не выдержало. Вот, возможно, здесь такая же ситуация. Мне кажется, здесь ключевой вопрос даже не вопрос мотивации, а вопрос, ну, учитывая, что Саша вообще, да, там, в отличие от той Жени, да, делает многооборотные прыжки. Здесь вопрос именно в том, в каком состоянии спина. Возможно, она просто в том состоянии, когда Саша понимает, что уже, может быть, там мотивация есть, потому что, ну, в целеустремлённости Саши, честно говоря, там... Так а где эта мотивация? Где она? Я думаю, что тут ситуация немножко другая. Сейчас, подожди. Я думаю, что тут ситуация немного другая. Если бы у неё, ну, настолько было плохо со спиной, четвёрной луц она бы не прыгала, танцы она бы на полу, ну, как эти правильно, на стрипах она бы не танцевала, потому что у меня при просмотре этих видео немножко защемило спину, я аж потянулась. Я думаю, что человек с очень прям больной спиной такого сделать не может и не будет. И, конечно, какие-то проблемы там присутствуют, но вопрос в том, готов ли ты терпеть для того, чтобы добиваться чего-то. Ради кубков Сызрани условных терпеть... Нет, ну, слушай, ради, допустим, даже там не нынешнего сезона, а просто, ну, надежды, что там через два года нас всё-таки допустят на Олимпиаду, у неё будет ещё один шанс. Саша мыслит циклами. Ну, я так думаю, да, что всё-таки главное даже, чемпионат мира, там, ну, понятно, тоже, наверное, да, но, там, наверное, её главный незакрытый гештальт – это Олимпиада. Вот, и, там, допустим, ради, ну, как бы, там, к Милану, наверное, вероятность того, что, там, нас всё-таки в каком-то виде допустят выше. Другой вопрос, что сейчас Саша перешла в ЦСКА, и это отдельная, как бы, момент, допустят ли её в... А по документам она, кстати, разве перешла? Потому что в прошлом году, если я не ошибаюсь, она перешла... Так как она перешла в сентябре, по документам она представляла самбо-70. Ну, она перешла просто, да, уже как бы после закрытия трансферного окна, поэтому формально она представляла... Я так понимаю, что сейчас-то уже... А вот мы и не знаем. Нет, ну, как бы, там, наша... Я верю в нашу бюрократию, я понимаю, что, там, вывести их могут как угодно, но все же всё понимают, и, как бы, там, допуск на Олимпиаду, как мы помним, по Пхенчхану, может выдаваться очень индивидуально, поэтому здесь, там, как бы, связь ЦСКА, которая, очевидно, есть, может, как бы, сыграть тоже здесь не за Сашу. Может, может, может. Ну, про Трусову посмотрим. Хотелось бы, конечно, её ещё увидеть на льду. Давайте про того, кого мы на льду уже на соревновательном точно не увидим. Моррис завершил карьеру. Да, очень печально. Ожидаем, оно печально. Ну, да, в общем, наверное, после того интервью, что он дал в sports.ru, там, вообще, сомнений в том, что он, ну, закончит, вот, или в этом сезоне, или край в следующем, наверное, было мало. Он приостановил, между прочим, карьеру, он не закончил. Ну, Алина Загитова, видимо, ему подсказала правильный путь. Я вот к чему, да, если как-то попробовать резюмировать карьеру Морриса, да, всегда был в подающих надежды, всегда, в общем, имел потенциально довольно неплохой прыжковый контент. Ну, подожди, а были ли у него зубцовые квады? Нет, ну, тулуп. Ну, не считай тулуп, давай старшие зубцовые квады были. До старших у него вообще не было, у него был все время только сальхов, да тулуп. Ну вот, то есть как бы говорить о перспективах Морриса глобальных, ну... Слушай, ну, я говорю про, там, допустим, количество четверных. Три стабильно было, да, у него четверных в полуэзболе. То есть, в принципе, контент, который при хорошем раскладе позволял бы ему бороться за какие-то медали. Собственно, за одну медаль он и зацепился, вот, бронза-евро. Я как раз хотел спросить, это вот его потолок и, собственно, удача, что он выиграл медаль? Или, в принципе, скажем, будь он не у Тудберидзе, могло бы быть все иначе и, там, более стабильно? В мужском одиночном катании очень мало стабильных парней. То, что у Морриса были в арсенале только сальхов и тулуп, и что? То есть, я думаю, что при каком-то небольшом другом раскладе этот контент бы позволял ему даже за золото, допустим, чемпионата Европы бороться. Это первый момент. Второй момент. На чемпионате мира он бы тоже мог быть повыше, но тут даже не столько в прыжках единых вопросов, сколько в целом программу. Мы вспоминаем, что у нас серебряную медаль в этом году выиграл кореец Ча, который... Что у него было? Сальхов. Сальхов, тулуп и... И компоненты. И компоненты, да. Ну, у него катание совершенно другое, да? Да, я об этом и говорю, что вопрос не столько в умении прыжков, прыжковом, сколько вообще в фулл пэккедже, скажем так. За золото чемпионата Европы, я думаю, что вполне реально было побороться. Не обязательно в этом году, но в целом, если брать. За чемпионат мира, ну, в прошлом году он был четвертым. В этом году он был очень далеко, он был очень тяжелый сезон. Это правда. Просто у нас так получается, то, что после ухода Фернандеса Европа может выиграть вообще кто угодно. Если вспомнить тот чемпионат Европы, который был в Грации, как бы лидировал после короткой программы Михаила Брждина, что как бы ставит вопрос о стабильности мужского катания. То есть, ну, да, при определенных раскладах Европу мог выиграть, но должно довольно много сходиться. То есть, мы понимали бы то, что победа Морриса на Европе, это было бы не потому, что он круто откатался, а потому что другие откатались намного хуже. Он умеет же хорошо кататься, что-то так сразу. Ну, вот в этом-то и прикол, то, что мы это видели там один-два раза в сезон. То есть, когда он там Ростелекапа отлично катал, это мы помним. Вот Грац опять же. Но в основном это... Я помню то, что в какой-то момент у него там было вроде бы 60 с чем-то баллов за короткую. Но для одиночника это вообще кошмар. У меня тогда вопрос провокационный. Вот значит ли то, что... Ну, то есть, мы понимаем, что, наверное, потолок, да, мог быть чуть выше. Вот значит ли это... То есть, карьера Морриса лишнее доказательство ли от того, что у группы Беридзе не так получается с парнями, потому что, во-первых, а, стабильности не было, б, в общем, техника, как бы та самая, которой славится группа Тутберидзе, ну, вот Сальхов и Тулуп, это стало, наверное, таким главным мемом вообще всего фигурного катания попробовать. Как бы это такое... Можно игру выпускать, как бы попробуй отличить Сальхов от Тулупа, да, у Морриса. При этом это, как бы, ну, вот, да, наверное, главный фигурист в мужской части у Тутберидзе, который вообще был. Ну, если исходить из статистических показателей, то все-таки главный фигурист в одиночке у Тутберидзе это Сергей Воронов, который лучшее свое катание показывал в Хрустальном, где-то две медали евро. Слушай, ну, это было... Это было еще до существования Хрустального как бренда. Давай так, хорошо, действительно, был Воронов, но это такая немножечко другая жизнь Тутберидзе. Я сейчас говорю вот о вот этой вот бренде, о вот этой вот команде Тим Тутберидзе. Это как бы Воронов, это такое немножечко до Рождества Христова, да. Нет, ну, да, мы давно поняли, что Тутберидзе тренер юниорок, этот штамп к ней давно прилип. Олимпиада в Пекине, да, может быть, показала то, что у нее же не только. Там же Аня и Саша было по 17, если я не ошибаюсь, да, лет? Да, практически 18. То есть, как бы, Олимпиада в Пекине вроде бы и помогла отделаться от этого юрилка, но ненадолго, потому что в этом сезоне у нас уже всех выносят Соня и Адель. Вот, а то, что с ним получается с мальчиками, ну, так реально получается, потому что вот мы говорим про Морриса, но ведь есть Ника Ягадзе, который вроде бы почти никогда высоко не оказывается на турнирах. Вот, у нее сейчас, я просто вспоминаю, после Чевятого мира в 19-м году было интервью Глихенгауза, где он сказал то, что у нас здание Самсонов подрастает, который поможет мужской российской одиночке. Мы знаем, где сейчас здание находится. Ну, да, я не хочу говорить, что Тутберидзе не умеет работать с парнями, потому что локальные выстрелы все-таки есть, но глобально получается, что так. А кто у нас вообще в мире, вот по вашему мнению, умеет работать с парнями? Давайте так. Где у нас стабильные одиночники, которые постоянно катают чисто? Это единицы и вот... Рассвоили Русинян. И Орсер. Орсер, это ты сейчас в кейсе Ханю говоришь? Ну, Фернандеса, в кейсе Корейца. Браун. Я бы сказала... Ну, Брауна мы берем за скобки, потому что у него нет такой сложный контент. Хорошо. Я считаю, что вообще в мире, да, по сезону у нас не так много реально стабильных одиночников. Оно и понятно. Нагрузка-то ого-го. И в целом у них немного другой менталитет и тренировочный, и выступательный, нежели у девочек. В том числе в силу возраста. Может быть, потому что конкуренция просто несколько выше? Может быть. Потому что есть как бы в фигурном катании есть все-таки там наши девочки, да, потом там скорее японские девочки, потом все остальные девочки. Ну, хорошо, японские, корейские, да, там, скажем, азиатские девочки и все остальные. Наших нет, и мы видим, да, четкое такое, ну, там, с вкраплениями там Луны, одиночным, там, изобо есть. Но, в принципе, как бы японки и корейки, кореянки, простите меня, господи, корейки, все, до свидания. Нет, Саша, я понимаю, о чем ты говоришь, но если брать глобально, это скорее исключение, чем правило. У нас в олимпийском сезоне, когда мы с Костей ходили в ЦСКА записывать интервью с Марком Кондратюком, Светлана Владимировна сказала такую вещь, что с мальчиками и с девочками работается очень сильно по-разному. В том числе и потому, что они другие по поведению. Мы же не будем забывать, что девочки сияют в основном в таком подростковом возрасте, когда ты еще, как бы, с одной стороны немножко ребенок, с другой стороны уже немножко взрослый, но по факту тебя просто там заставляют что-то делать, и ты это делаешь. На тебя можно там наорать, и девочка пойдет и сделает. А мальчик, он, во-первых, сияет гораздо позже, когда он уже более взрослым становится и более может осознанно подходить к тренировочному процессу, соревнованиям в том числе. Это первый нюанс. А второй нюанс, что с ними, даже она говорит, что с ними нужно по-другому. Когда-то накричать, когда-то, не знаю, там, утешить. Я уже не помню дословную цитату, но это просто кардинально разные вещи, которые просто нельзя сравнивать. Кто у нас, ну правда, кто у нас стабильный? Кто? Я не вижу, я не вижу, и мужское катание от этого более интересно, от того, что оно такое нестабильное и интересно, интригующее. Да, еще раз, если попробовать подвести итог и учитывать то, что сказала Настя, цитируя Соколовскую, разные подходы, получаем то, что, ну действительно, то есть это Рутинян смог и мужчин, и женщин довести до высоких уровней. Это Чена, там Аласада, Арсер, это Ким Юна и Ханю. И, соответственно, мы вспоминаем, что у Тарасовой вообще есть практически флеш-рояль, то есть у нее золото и мужское в танцах и парах, не хватает только в женском, но там серебро мало Аласады. Вот, то есть я к чему все это говорю, то что они смогли действительно найти подход ко всем, тут берется пока, может, только у девочек. Давайте напоследок поговорим про тему частично связанную со странением России, вернее, очень хотели ее представить, как связанную со странением России у ИСУ, там огромные убытки из отчета, собственно, ИСУшного следует. Вот, реальность потом оказалась иной. По факту с Россией это напрямую никак не связано, но там были интересные слова, которые, вернее, выводы, да, и в этом отчете говорится о том, что конькобежные спорты, фигурные катания — это незначительные и нишевые виды спорта, и поэтому интерес рекламодателей будет только падать, и реклама уходит, все уходит. В общем, мы сейчас наблюдаем закат фигурки, получается, как бы вне зависимости от того, что есть наши, нет наших. Слушай, я изучала этот отчет, и первое, что сразу могу сказать, это то, что там не было деления по видам спорта, хотя чисто теоретически было бы интересно посмотреть на процентаж каких-то доходов от спонсоров, либо там контрактов на показ, по телевидению, всяких соревнований. Что могу сказать точно, меня, например, дополнительно удивило сильное различие в призовых деньгах. Допустим, призовой фонд чемпионата мира по фигурному катанию — это 900 тысяч долларов. Если мы говорим про конькобежный спорт, это что-то в районе 200 тысяч. А конгресс Ису на Пхукете — это миллион. Это самый важный пункт, с которого я очень долго смеялась. Но даже этот миллион, на самом деле, погоды особо не сделает. И, конечно, с этой точки зрения было бы удобно посмотреть. Мне кажется, что конькобежка может быть даже чуть-чуть пошире распространена, чем фигурка, но фигурное катание, оно, в принципе, всегда было нишиум спортом. То есть оно держалось на каких-то нескольких рынках. Япония, Россия, частично США, хотя назвать это полноценным рынком я бы не хотела. Ну нет, слушай, США в 90-е же годы и в нулевые — это реально была, скажем так, витрина фигурки. Давай про настоящее время говорить плюс-минус. Они не смогли даже сделать нормальный промоушен Малинина и его четверного акселя. А что уж тут говорить про какие-то более мелкие достижения? Я думаю, что, скорее, слава Вова можно отнести к тому, что, в принципе, американцы умели раскручивать фигурку. То есть потенциал там есть. Я не особо думаю, собственно, это исследует из-за отчета, то, что российский рынок с точки зрения рекламы прямо очень уж такой большой. Потому что, да, понятно, что у нас фигурку смотрят много, но именно платежеспособной аудитории, то есть, в принципе, той, которая готова платить и платить много. Ну, в общем, в Москве хорошо она еще есть, в Питере хорошо, допустим, она еще есть, хотя поменьше, а во всей остальной стране мало. Поэтому, наверное, с точки зрения рекламы ИСУ теряет не так много от отстранения России. В принципе, я помню еще, по-моему, у Полины Крутихиной было еще до пандемии или во время пандемии была табличка с краткими базами, цифрами бюджетов ИСУ по годам, и там уже тогда был дефицит. То есть, в общем-то, то, что фигурка дефицитна, вообще никак не связано с тем, что там наши ушли и интерес упал. Вот, интерес, к сожалению, падает последние несколько лет. Да, сейчас ушел Ханю. Вот уж кто действительно, допустим, рекламный потенциал держал фигурки после его ухода. Это, конечно, дыра, потому что Чена тоже нет. И, в общем-то, звезд действительно фигурки перестало быть. То есть, как бы, наших в этом плане, да, с точки зрения вида спорта девочек нет. Каури Сакамото, ну, наверное, неплохой, как бы, опять же, с точки зрения японского рынка, как бы, неплохой вряд для лидера, да, как бы, своего вида. Но на глобальном уровне вряд ли все-таки это как-то серьезно. Мне кажется, все равно у Сакамото есть напротив ее фамилии незримая звездочка, что она звезда, пока, как бы, наших нет. Да, у мужиков звезд нет, Малинина, да, действительно, пока, как бы, американцы не смогли раскрутить хотя бы так же, как и Чена. В танцах, ну, тоже, тоже никого. В парах, опять же, да, пары, в принципе, честно говоря, мне кажется, такой антиклик с точки зрения рекламы. Мне очень грустно бы. К сожалению, к сожалению, мы это говорим без удовольствия, но, действительно, там, вообще, с точки зрения и глобальной, да и, ну, российской, может быть, чуть меньше, потому что наши, там, наши пары, да, лучшие в мире. Но, тем не менее, а их и нет, и в парах совсем все грустно. Наверное, единственный, единственный путь, это идти по какому-то скрещиванию фигурного катания с шоу-бизнесом. Об этом, кстати, тоже в отчете есть, да, то, что как раз такой вид спорта, который наиболее приближен к шоу-бизнесу, но проблема в том, что тогда нужно, нужно менять руководство под то, которое вот будет. Вот, допустим, поставить Яну Рудковскую во главу ИСУ, я серьезно говорю, это как бы, как бы, сейчас... У нас никто соревноваться не будет, все будут кататься шоу и... Сейчас скажут, что я проплачен, как бы, что мне занесли, занесли, вот, я сейчас ногой поддвигаю, как бы, сумку с миллионами от Рудковской, но реально, вот, как бы, люди такого типа должны прийти в фигурку, чтобы ее спасти, потому что, мне кажется, иначе ничего хорошего с фигурным катанием, даже если завтра Россию вернут на международную арену, к сожалению, фигурка катастрофически не умеет продавать себя. Она не понимает вообще себя, вот, что из себя она представляет, она не... Ну, вот, как бы, ну, вот эти вот люди, там, до этого был голландец, сейчас у нас кто? Президент, господи, кореец. Вот. Ну, на самом деле, тут два, как бы, у фигурного катания есть два союзника, Юйзура Ханио и Яна Рудковская. Вот, как бы, если кто-то из них придет возглавить фигурку, это будет хорошо. Ну, вот, в противном случае ничего хорошего я не жду от, там, ближайших 10-15 лет. Мне кажется, что ситуация немного другая, потому что... Почему сыграл уход Юйзура Ханю, да? Потому что это была история, это была невероятная фан-база. Фан-база появляется откуда? От пути в спорте, да, от каких-то выступлений. Но глобальная суть-то в чем? В фигурке почти не осталось личностей, именно персонажей. И допуск наших тут вообще не сработает, потому что, ну, кого удивишь четверными прыжками? А какой простой зритель вообще отличит от тройного четверной? Тут в этом проблема. Слушай, ну, давай так, Камила Валиева, это персонаж? Это история, да. Это история, да? То есть как бы там особенно... Ну, а остальные? Не берем Щербакова-Струсова, потому что, скорее всего, вряд ли они вернутся, мы об этом уже говорили. Кто история? Ну, Лиза история. Лиза, окей, история, да. Ну, уже две, допустим. Ну, не так уж и мало, слушай, как бы в нынешней фигурке как бы... Ты знаешь, Лиза, наверное, даже поменьше история, чем Камила, но в любом случае, хорошо. Ну, хорошо, нет, ну... А в остальных видах? А в остальных эта история просто родится на следующей олимпиаде. Когда приходили, знаешь, там, Трусова-Чербакова и Косторная, и говорили, что вот, как бы все равно, это, конечно, все круто, прыжки и так далее, но вот той драмы, которая была между Медведевой и Загитовой, как бы вот между ними нет, даже когда там они начали уходить, приходить, вот нет такого. Потом случился Пекин, появилась драма. Вот я думаю, что тут то же самое. Тут как бы случится 26-й год, там опять будут там слезы, драмы, там, я не знаю, крики. Как раз девочки подрастут, вот, у них как раз уже тоже будет какая-то история, потому что, ну, какая сейчас история у Адели Петросяна, что ей не дали выиграть забег на Никольск. Вот ее история. Как бы, а за следующие три года у нее какая-то история появится, у Сони история появится, потому что, как бы... Да вообще не факт. Ну, слушай, нет, ну, у нее там уже есть, как бы, вот она, ее называли, да, там, следующей за Камилой. Ну, вот, как бы, вот у нее было. А сейчас... А еще Сони стала жертвой резкого повышения возрастного ценза, потому что она родилась на неделю позже. То есть, как бы, вот... Ну, это, вы понимаете, это все внешние факторы. Это все внешние факторы, да, как бы, про неделю. Это все внешние факторы, которые... Я не совсем о этом говорю. Я говорю о каком-то, знаете, своем персоналити, своей подаче. Вся проблема, главная, наверное, проблема наших девочек, то, что их муштруют на четкое красивое поведение. В этом плане, наверное, даже у Ани, ну, толком истории как бы нет. Я не говорю про результаты, я говорю про личность, которую она показывает. Она всегда настолько, даже не побоюсь этого слова, стерильно отвечает, что ее очень сложно развести на какие-то эмоции или какие-то душевные переживания. Она всегда очень лаконично, очень дипломатично отвечает. И это не только про, допустим, про интервью. У нее в целом какие-то все поступки из такого же рода. Это... Да, она молодец, что она там выиграла, но если говорить о каких-то ярких именно личностях, которые притягивают, ну, при всем уважении к поклонникам Ани, которые это слушают, я не вижу этого. Она молодец. Но именно вот притяжение как к персонажу какому-то я не вижу. В этом плане, если вернется Камила, да, если, допустим, даже если ее сейчас отстранят, но она вернется, там, допустят, на международку, она пойдет, начнет выигрывать, это намного крутая история, реально киношная. И вот таких киношных историй фигурки не хватает. Я не говорю, что они должны быть связаны с допингом, но просто. Прогнозы, конечно, неутешительные. Тут, знаешь, больше всего пугают даже не 20 миллионов убытков в этом году, в 22-м я имею в виду, а какие-то очень осторожные предположения насчет будущего. Я не знаю, читал ли ты полный текст, но там в конце есть такие а-ля выводы, назовем их так. И они пишут, что до 26-го года мы протянем, то есть есть какие-то резервные деньги, какие-то перераспределения и все такое. А вот в вопросах долгосрочной и среднесрочной перспективы, короче, все плохо. То есть такой тон был, что, честно говоря, оптимизма он не прибавил. Так что посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, во-первых, я немного не согласен, то есть я не согласен с Настей, согласен с Сашей, потому что истории действительно, они рождаются в основном на Олимпиадах. Вот, и как бы мы понимаем, что если бы не отстранение, то за историей Камилы, ну и всех тех, кто остался, было бы очень интересно наблюдать, и это вызвало бы зрителей. То есть я реально считаю то, что, может быть, да, сейчас вот у нас есть какие-то гиковые интересы к Соне, к Аделе, но если случится Милан, то они действительно могут сложиться. То есть тот же Ханни, он появился на Олимпиаде. То есть сумасшествие по нему началось именно после Сочи. Я хочу закончить одним известным поэтом, которого мы не будем называть. Дело не в отчетах, а в личностях, что за ними. Да-да, и вроде был самым успешным из них, но все вы одну вещь позабыли, дело не в количестве панчей, не в качестве рифма, дело в личностях, что за ними. Вот, это был подкаст «Дело». Александр Петров, Владимир Афанасьев и Анастасия Логинова его для вас провели. Ставьте лайки этому видео, нам это правда очень важно. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фигурка», слушайте нас в iTunes, Google-подкасты, Яндекс.Музыке. Услышимся, всем счастливо и не болейте. Пока. Пока.